Привет, друзья! Меня спросили, что такое коротко внутренний диалог и зачем от него избавляться. Так вот, представьте себе, что вам задали вопрос. И в этот момент, пытаясь на него ответить, вы мобилизуетесь. И в процессе этого весь ресурс, связанный с ответом на вопрос, у вас мобилизуется. И вы находите решение, как ответить на вопрос. Так вот, этот вопрос вам задан в социуме, кто-то вам его задал. А социум представлен у нас в мозге в виде вот этого внутреннего диалога. И вы там размышляете, мысленно отвечая на вопросы, которые у вас возникают. Вот оно в чём дело. А зачем вам от него избавляться? А вот когда вы выходите на ноль, на состояние безмятежности, у вас этот внутренний диалог исчезает. Потому что, когда вы напряжены, он иногда, за счёт высокого внутреннего напряжения, создаёт зависание и не позволяет вам мыслить. А вот тренируясь с нулём, с состоянием безмятежности, подбирая в себе действия синхронно текущему состоянию в моменте, вы так расслабляетесь, психически расслабляетесь. Это психическая релаксация. Что в этот момент как бы и диалога никакого нет. Вот оно в чём дело. Диалог-то нужен. Но заданных гомеостазом нормального существования человека в пределах. А вот эта безмятежность нужна для восстановления. Это нирвана. И там, когда вы в этом состоянии, между сном и бодрствованием, задаётесь вопросами, возникает поток, свободный поток ассоциаций и вросле заданной темы. Поэтому диалог нам нужен, но в заданных человеку константных пределах. Таким образом. До встречи, друзья. Пишите вопросы. Они очень интересны, потому что создают для меня потребность в ответах. А вот то, что вы мне задаёте вопросы в комментах, это и есть общение с социумом. А великие люди задают себе вопросы сами. Задавайте себе вопросы сами. И вы станете неповторимыми. Но вы так обычно и делаете. Поэтому это называется внутренний диалог. До встречи. Продолжение следует...